Я сегодня хотел немножко продолжить ту тему, которая была в прошлую субботу, в прошлый шаббат, о том, что каждый человек, он, живя в Украине, непосредственно, да, как-то пострадал вот с этой войны, кто-то больше, мы говорили, да, кто-то меньше, но у каждого человека есть какой-то такой такой посттравматический синдром, да, от того, что происходит, и, к сожалению, война продолжается, но мы верим и мы молимся о Божьем чуде, потому что оно необходимо, вот, но, и мы говорили, да, о том, как защитить себя, защитить свою семью, людей, с которыми ты, как бы, да, вот общаешься, церковь, общину, и мы проговаривали некоторые моменты, я знаю, что вы все помните эти все моменты, кто слышал, кто прослушивал, да, то есть мы говорили, да, о, ну, я назову один такой, да, как осмотрительность, да, или, ну, обачена людина, да, то есть она видит какие-то, ну, видит какую-то опасность и принимает меры, да, чтобы, ну, не убежать от этого, хотя в некоторых случаях, может быть, и так нужно делать, но именно, чтобы, когда защититься, да, и себя, и защитить, как бы, окружающих, вот, и мы, как бы, говорили, вот, именно об этом, я бы хотел бы немножко, как бы, продолжить эту тему, и я ее назвал место и среда моего внутреннего исцеления, укрепления, то есть, да, есть вот именно та среда, которую определил Господь, и это очень, как бы, важно. И вот интересно, что суть исцеления, да, когда речь идет о лечении какой-то болезни или травме, о чем мы всегда думаем? Ну, допустим, если человек чем-то заболел, да, то сразу же приходит на мысль обратиться к кому, ну, да, я думаю, что не к сварщику, конечно же, да, то есть, ну, можно, конечно, там, рассказать ему, что у меня там что-то болит, но он, к сожалению, ничего, ничем, как бы, не поможет вам, да, то есть, да, когда мы, когда мы чувствуем какую-то болезнь, мы обычно обращаемся к врачу, да, как к доктору, ну, то есть, это, это нормально, мы, вот, и врач сделает, мы знаем, что врач, он, как бы, постарается починить наше, как бы, наше тело, да, то есть, ну, наше физическое тело, то есть, ну, там, не знаю, там, зашьет рану, там, вправит кость, если у вас там вывих, да, там, может быть, удалит уже неспособный, непридатный какой-то орган, да, то есть, ну, потому что он уже все, он уже перестал быть придатным, да, то есть, ну, там, даст антибиотики, пропишет рецепт, скажет хорошее слово, скажет, жить будешь, не переживай, как бы, да, и от этого нам становится легче, то есть, в принципе, врач, он имеет функцию, да, устранить или смягчить разрушительное состояние или препятствие в нашем теле какой-то болезни, то есть, да, поддерживая наше тело для того, чтобы мы снова вошли в, ну, в обычный ритм нашей жизни, ну, как бы, да, то есть это, и на самом деле это здорово, это здорово, и мы благодарим всем врачам, докторам, да, вообще медицине, что на самом деле, ну, Бог, ну, создал, ну, то место, где действительно, где нам помогут, скажем так, вернуться в тот обычный образ жизни, да, для того, чтобы мы могли что-то дальше делать, то есть они помогут что-то, что-то устранить, что-то поддержать и так далее, поэтому слава, слава Богу, но есть момент такой, что врач, он не может исцелить, ну, к сожалению, да, то есть, ну, хотя, может быть, есть какие-то моменты, случаи, да, когда, ну, я, я, как бы, ну, в общем, да, мы понимаем, он, он может что-то убрать, поддержать, действительно, и мы после этого можем возвращаться в обычный ритм, но он не может исцелить, потому что исцеление – это сверхъестественное, да, есть естественное, а есть сверхъестественное действие, но важно, что мы знаем, кто может, аминь, мы знаем одного врача, кто может это сделать, и интересно, что в книге «Исход, выход» я сегодня тоже буду, с вашего позволения, буду сегодня использовать украинские переводы, потому что они трошки допомагают мне больше открывать эту тему, да, и то, как они, это переводится, оно, ну, как бы, для меня это, ну, как-то чуть легче, да, есть книга «Исход», я не буду читать, там есть последние слова, очень такие интересные, да, написано «Я Господь ликарь твий», аминь. Там дальше он говорит, если вы будете слушаться, поступать, соблюдать, вы коноваты и так далее, то написано «Я не наведу на вас там болезни, как в Египте», и написано «И в конце я так даже таким шрифтом «Господь твий ликарь», то есть твой врач, но также Бог установил некоторые принципы оптимизации процессов нашего исцеления, как физического, так и эмоционального, эмоционально-духовного, но я больше буду говорить о втором, ну, как бы, о втором моменте, и очень важно нам знать эти принципы, может быть, мы знаем уже, знаете, может быть, мы слышали, но я хочу снова, как бы, вас вдохновить и ободрить, да, и чтобы этих принципов придерживаться, вот. Я, знаете, я не хочу говорить о каких-то заезженных моментах, ну, типа там, знаете, нужно три раза ходить в церковь, не, хотя, как бы, ну, это нужно там, да, вообще, ну, носить всегда с собой Библию, значит, читать молитву очень раз, три раза, только три раза, знаете, там, значит, и жить, как бы, совершенной, как бы, жизнью. Знаете, интересно, что я, ну, в Фейсбуке увидел одно такое объявление, и там такими словами было написано, 19 января, то есть это же крещение, да, если я не ошибаюсь, вот 19 января, если вы помолитесь именно этой молитвой, именно в это время, то тогда вы получите исцеление. Думаю, вау, вот это классно. Знаете, какой-то такой мистический такой вот, и 19-е, знаете, пятница, 13-е, знаете, помните, есть такой фильм, да, вот, и вот таких вот моментов, как бы, да, вот какая-то дата, если вы сделаете, хотя, знаете, на начальном этапе, возможно, как бы, это нормально, там, там, помолиться молитвой «Отче наш» три раза, там, перед сном, там, это все, но я не об этом хочу, друзья, сказать, как бы, не о каком-то таком мистическом, как бы, ритуале, да, или формуле успеха. Хотя мы знаем, в Библии интересный был такой момент, помните, когда Ишуа ходил, да, то, что там был такой момент, когда в определенное время ангел Господень, этот, возмущал там воду, помните, да, вот, и кто первый, дайте, кто встал от того этапки, и кто первый забегал в эту купальню, он получал исцеление от разных болезней. Там, честно сказать, что это было в субботу, поэтому, видите, то, что вы здесь в субботу, это уже, это уже, значит, о чем-то говорит, так что вы внимательно настройтесь, и сегодня 20-е число, 20-е число, да, и суббота, так что, то, кто здесь, то что-то получит. Но вы знаете, нет, там что интересно, еще написано, что в один из праздников иудейских, да, конкретно не пишется какой, ну, я пытался как бы, но если дальше мы читаем, то есть тут дальше, там, по-моему, через две главы уже говорится о празднике Кущей, там, да, праздник Суккот, и как бы теологи утверждают, что, возможно, это был в праздник Суккот, или это было перед праздником, как бы, Суккот, а перед праздником Суккот, какой праздник еще Господен? Йом-Кипур, да, если, да, Йом-Кипур, возможно, в какой-то из, ну, ну, там написано, что именно был праздник иудейский, это не был какой-то исторический праздник, там, или традиционный, то есть это был какой-то именно праздник, возможно, То есть, да, что это был все-таки праздник Суккот. Ну, как бы, да, и мы видим в истории, да, какое-то было такое, да, в определенный момент приходил. Для меня это, честно говоря, настолько как бы вот интересная загадка, да, то есть приходил ангел и там что-то делал, крутил ту воду там, да, и кто там заходил, он получал исцеление. Поэтому, может быть, и нужно читать три раза «Отче наш». Вот, и там 19 января там или когда-то. Ну, на самом деле, я не хочу сказать о таких моментах. Я хочу больше говорить о другом. Потому что, ну, все мы выросли, да, то есть есть какое-то там наследие, все мы выросли о том, что надо там три раза делать это. Знаете, есть 38 формул успеха, там, да, 35 формул, еще так много, то есть, ну, много этих моментов, я не об этом, да. То есть, да, нужно носить с собой Библию, может быть, в нужных случаях этой Библии кого-то, и мало ли что-то к вам перестанет. Я шучу. Надо молиться, надо общаться, быть на служениях, но это не формула какого-то залога. Хотя, в какой-то стороны, то есть мы можем так сказать, но это, если я буду это и вот это и вот это делать, то я это получу. Я больше хочу, как бы, сказать о углубленных отношений с Богом и предоставления оптимального доступа к нашей, ну, душе. Вот как бы вот больше, как бы вот об этом, не как формул, что там сколько надо, что сделать. Потому что люди, кто-то молится утром, кто-то утром не молится, а кто-то молится вечером. И тот, кто молится утром, говорит, ты, надо только утром молиться, потому что, ну, там же Давид Ка сказал, вот с раннего утра я поднимаю свой взор и так далее и тому подобное. Мы же не знаем, как у человека, что как утром. Может, он вскочил от непонятно от чего, а не от крика петуха, да, допустим, или там птички, которые чирикуют, а пора. Поэтому, ну, отношение с Богом – это очень важный момент. И предоставление доступа к нашему, к нашей внутренней душе. Знаете, иногда Господь, Он исцеляет драматически мгновенно. Мы это видим в Писании, ну, есть тогда. Но в основном Он придерживается более постепенного ориентированного процесса и на подхода к этому процессу. Ну, допустим, к примеру, да, это похоже, допустим, на дерево, которое Господь хочет его излечить. То есть молодое дерево, которое болеет, да. То есть Он обливает его животворным дождем, Он заряжает его энергией солнца, Он его там питает углекислым газом и подбадривает таким вот легкой такой прохладой. Такой, да, вот, ну, вы немножко как бы ощутили, да, такое, ну, хорошее условие, да. То есть, да, то есть это такой животворительный дождь, такая прохлада, такая легенькая, знаете, вот, ну, солнышко вовремя вышло, там, да, дождик, вот. И таким образом, если молодое дерево, оно хочет исцелиться, то его нужно ему оставаться в этой среде, созданной Богом. Ну, правильно? Если дерево скажет себе, да, я как бы не хочу, там, это дождь на меня льется, это солнце светит, там, вырвет, как бы, свои корни, где-то поселится в каком-то подвале, ну, я думаю, что навряд ли оно получит какое-то там выздоровление или исцеление. Ну, да, то есть там в подвале темно, как бы, там нету ничего такого, что было. И вы знаете, я хочу больше говорить о среде нашего исцеления, нашего возрастания, нашего укрепления и даже нашей защиты от этого мира, о среде, созданной Богом. Потому что Господь, Он, ну, Он создает среду. Ну, мы видим, да, историю Адама и Ева. Знаете, Он не поместил их в хаос, там, знаете, там, где валяются, там, не знаю, мусорка, бумажки везде валяются, там, непонятно, кто-то ползает, непонятно, выходит солнце, не выходит, там, как-то потом мы поговорим об этом солнце. То есть, это как бы, ну, то есть, Он что-то не доделал и потом бросил людей, как бы, да, то есть, ну, знаете, это как бывает, с одной стороны, как человек учит, знаете, меня учили плавать, знаете, каким образом? Выкидывали меня с пирса и ты говоришь, плыви. Я говорю, боже, и ты хочешь, не хочешь, но ты как-то пытайся как-то там, ну, грипсти до берега. Да, то есть, нет, то есть, ну, перед этим есть определенные условия какого-то, ну, создания. Когда семья, она, перед тем, как рождается ребенок в семье, да, то есть, родители тоже создают условия. Ну, правда, да, как бы, ну, я знаю, что мы создавали условия, как бы, там, уже заранее что-то покупали, там, приобретали, там, ну, чтобы был и свежий воздух, и было чисто, и было какое-то место, и, ну, так далее. То есть, это, и так же самое Господь, Он для определенных вещей, Он создает условия. И то, что вы здесь находитесь, я вот, мы будем об этом говорить, это тоже то условие, которое Бог, ну, Бог создал. Поэтому очень важно быть, быть на собрании. И мы будем говорить о, как бы, четыре таких элемента, да, или четыре среды, которые очень важны, и нам, как бы, ну, нам помогут. Мы будем говорить о Святом Духе, мы будем говорить о Слове Божьем, мы будем говорить о молитве, да, я это знаю, ну, да, ну, Слово Божье, ну, что, надо читать Слово Божье, да. То есть, надо молиться. Я даже не об этом хочу сказать. Я не буду говорить, что надо читать Слово Божье, братья и сестры, а вы знаете, что надо молиться три раза, Отче наш, и так далее. Нет, я буду все-таки вот говорить немножко о другом, не о том, что мы там привыкли, как бы, слышать или так далее. И четвертый момент я буду говорить о, как бы, социуме, как бы, христианском сообществе. Вот эти вот четыре сферы, ну, на мой взгляд, может их больше, может меньше, но это та среда, где Господь, Он хочет что-то сделать с нами внутри. Окей? Вы согласны, да? Идем дальше. Аминь. Слава Богу. Итак, первый – это Святой Дух. Вы знаете, что Святой Дух является, ну, божественной, как бы, источником божественной силы. Кто Он? Это, мы знаем, это третья личность Бога, Божества, да. Даже в Писании говорится, не только в одном, в многих местах, ну, в местах Писаний говорится о том, что Он и есть Господь, Он и есть, как бы, Бог. Не просто там сила, которая там, да, Он источник, вот, но Он также является и третьей личностью, живой личностью Бога. И в некоторых Писаниях говорится о том, что Он Господь. И функция Святого Духа состоит в том, чтобы, ну, находиться внутри нас, жить в нас, давать нам силы, утешать нас, исцелять нас, помогать. Да, одно из, как бы, значений Святого Духа мы знаем, да, это параклитос, да, или параклитос, так правильно. То есть, это утешитель или тот, кто помогает. Еще интересно, в одном, как бы, не переводе, как бы, а значении, это тот, кто помогает облегчить боль. То есть, да, Он может исцелить, Он может там, ну, сделать то, что ты не можешь, но важно, что Он помогает облегчить, как бы, ту боль, которую, ну, которую мы, есть в нас, и мы проходим. Все знают, что в нас живет Святой Дух. Ну, поднимите руку, кто знает, кто. Это очень важно. Слава Богу, практически все, ну, может быть, кто-то постеснялся поднять, очень важно, что в нас живет эта прекрасная личность Бога внутри нас, которая все это делает. Также Слово Божие, оно рекомендует, можно сказать, рекомендует, а можно сказать, настаивает. Ты не знаешь, как правильно, но помните, да, Слово Божие говорит, чтобы мы наполнялись Духом Святым больше, чем что? Чем упивались вином. Может, некоторые, о, как это, а ну, что-то, как это так, да? А, аминь, кто-то, видите, да все, видите, крикнули те, кто Духом Святым упивается, а вином не этот вот, не очень. Аминь. Ну, скажите, а как же ж так, я ж, извините, сегодня уже там накрутил столько плода виноградной лозы, как бы, и как же ж, пропадать же ж ему или нет? Или нет? А? Не упивайтесь, да, ну, а так, хорошо, друзья, здесь, знаете, интересно, что я хочу зачитать на украинской мове, тут написано, не упивайтесь вином, это Ефесянам 5.18, не упивайтесь вином, инакше вы погубите себе, краще наполнюйтесь Духом Святым. И здесь мы видим такие две, как бы, рекомендации, да, то есть, одна утвердительная, другая отрицательная, но главное их не перепутать. Что утвердительная, что отрицательная, потому что если мы перепутаем, ну, будет это. И интересно, что из суть этого, как бы, стиха, почему именно приводится, как бы, ну, такой вот момент, как бы, стиха, ну, то есть, да, вот, как бы, ну, вино, как бы, Святой Дух, да, то есть, из этого, как бы, стиха мы можем понимать, что алкоголь, что делает алкоголь, да, ну, что он делает? На самом деле, он контролирует человека, да, чтобы он пришел в какое состояние, тут написано, в разрушительное. То есть, да, то есть, человек, как бы, ну, как бы, сам, то есть, именно алкоголь, он контролирует, как бы, да, человек, и ты ничего не можешь, как бы, с собой сделать, но то, та среда, которая, ну, внутри тебя, как бы, да, соответствующая, там, сколько там градусов, то есть, она тебя контролирует в разрушительное действие. Интересно, почему, как бы, такой вот пример, да, ну, думаешь, ну, вроде как, такая, вроде аналогия, там, вино, как бы, как бы, Святой Дух, может быть, ну, может быть, не сильно, как бы, там, эстетично, но Писание об этом говорит, и об этом апостол Павел, он, как бы, говорит. Я думаю, что это к чему, что на самом деле, так и Дух Святой, Он может контролировать человека. Пока, если мы наполнены Духом Святым, то Он тоже контролирует человека, только совсем в другой процесс, в положительный. То есть, когда человек, он наполнен, ну, Духом Святым, он уже, ну, как бы, не делает те вещи, которые он мог сделать, ну, своим, как бы, разумом, да, или, как бы, по плоти. Вот, ну, то есть, если, если Дух Божий, как бы, контролирует. И, конечно, можно сказать, ну, а как наполняться Святым Духом? Ну, знаете, я, я люблю петь. Я, может быть, сегодня тоже чуть-чуть попою, там, есть моменты, где, ну, только я сразу же говорю, чтобы вы не разбежались. То есть, я люблю петь и люблю прославлять Бога. Ну, знаете, там написано, да, как можно наполняться Духом Святым, да, то есть, это что? Петь псалмы, там, да, там, воспевать Господу, ну, то, что мы сегодня делаем, да, и вообще, так здорово, что вообще в, в общине, в церкви есть время прославления. Ну, вы, 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 вы согласны? Это просто, я, я скажу, честный момент, я пришел в церковь первый раз, я понимаю, там были хорошие люди, все улыбаются, все обнимаются. Для меня было немножечко, как бы, это чуть странно, вот, я думал, что это первый, наверное, и последний раз, ну, как бы я так думал, там, о чем-то проповедник, пастор рассказывал. Ну, я понимал, что он что-то хорошее говорит, ну, я ничего не понял с того, что он говорит, но меня удержало одно, это прославление. Просто, оно не было таким, как сейчас, просто намного шикарно, намного, там, пела девочка, там, кто-то подпевал, кто-то играл, но меня на самом деле привлекло, и это, ну, я знаю до сих пор, для того, что у каждого из вас есть что-то, ну, свое, почему бы пришли, да, то есть, но меня привлекло именно прославление. И я какое-то время приходил вначале именно, чтобы просто прославление послушать, но потом думаю, ладно, посижу еще, послушаю проповедь, и потом, конечно, со временем я понимал, что, как бы, становились проповеди, как бы все интереснее, понятнее, там, общение круто, но меня привлекло прославление. То есть, я думаю, боже мой, это в церкви, ну, у меня было представление другое совсем, там, ну, я вообще не думал, что тут можно петь, да, то есть, и тут поют, там, красиво, девчина, там, на гитаре, думаю, боже, вот это класс, думаю, здорово, думаю, боже, как, вот я, знаете, и о чем я тут говорю, а, как наполняться Святым Духом? Просто петь, петь, да, там, есть девчина, нема девчин, просто пойте, прославляйте Бога, наполняйтесь, и это очень важный момент. Вы знаете, и мы видим, что, да, аналогия такая, что Дух Божий, Дух Святой, Он также, мы находимся под Его контролем, но Он ведет совсем в другую, то есть, положительную способ. И опять же, если Дух Святой, Он живет в нас, это не означает, что Он может открыть двери нашей души. Есть такое, потому что, ну, есть моменты, которые сильно заперты, ну, очень сильно, знаете, ладно, мы не все рассказываем людям, но есть вещи, когда мы не все даже и Богу рассказываем, ну, есть такое, да, я не знаю, может быть, больно, может быть, мы думаем, что, ну, а Богу как бы и до моих проблем, ну, то есть, вот такое, как бы, неправильное понимание о Боге. И есть двери, которые закрыты, и мы не открываем, и даже Он, если Он находится в нас, Он не может эти двери открыть, пока мы Ему, ну, не позволим это сделать. Да, мы привыкли говорить такие слова, да, Господь все знает, а Бог же все равно все знает, да, аминь, Бог все знает. Но если мы не откроем те запертые комнаты, то Он не сможет помочь. И слово, Он все знает, это хорошо, но это не приведет Его в нашу ту комнату, которая закрыта. Он знает, да, Он знает, какие есть проблемы, Он знает, что есть, как Ишу, Он знал, что в сердце человека, Он знает мысли, Он знает человека, но если человек не впустит его в свою жизнь, да, то Бог ничего не сможет сделать, даже если Он знает. И очень важно в тот момент, что есть моменты, где человек должен открыть эти замки, там, да, сколько там замков, не знаю, чтобы Дух Святой Он смог войти и помочь, исцелить, потому что это в Его, это в Его желание, Он дадим нам для того, чтобы не просто, знаете, как-то, ну, так стандартно там, да, там, помогать нам, как бы вести, но Он и делает внутри, внутри каждого из нас индивидуальную работу, которую, ну, человек, возможно, не имеет этой, скажем так, власти, силы, не имеет этой данности, потому что только Бог может это сделать, и нам очень важно открываться перед Богом и говорить Ему о том, что, Боже, помоги мне, я не могу от этого избавиться или измени мою жизнь, там, я мучаюсь, там, непрощением, там, или еще чем-то, или, ну, мы сейчас, как бы, говорим, да, от этих, как бы, последствий, как бы, войны, там, да, там, что-то есть раненое, что, я не могу это сделать, поэтому очень важно, и, знаете, Он хочет помочь нам исцелить, если я Ему доверяю, потому что для этого Он и послан нам, чтобы в большей степени работать внутри каждого из нас, это Его, это Его задача, это то, для чего, ну, Он пришел, это очень важно. Я не буду много говорить, я, как бы, сейчас нет учения, там, о Духе Святом, есть много моментов, там, Он дает, там, дары и так далее, я, как бы, ну, не об этом буду говорить, поэтому, как бы, так, чуть-чуть коротко, теперь мы поговорим о Слове Божьем. Мы все знаем, что человек, он какой? Двуличный, да? Ах, ты двухличный человек, да? Ты говоришь одно, а поступаешь по-другому. Мы знаем, что человек, он тоже триедин, да? То есть, это что? А ну, скажите мне, Дух, Дух, Душа и Тело. Иногда человек думает, что он един или двоедин, но он троедин, да, есть Дух, Душа и Тело. Знаете, и в нашем теле заложена очень такая интересная функция, как ощущение голода. Есть такое, да, в теле? Ну, заложено, да? Вы можете представить, если бы не было бы такой функции в нашем теле, то, ну, сколько бы мы прожили бы, да, времени? Ну, я думаю, немного. Мы бы, наверное, думали, вот, что я так худею на глазах, как бы, непонятно чего, ну, как-то вот, что-то я похудел очень сильно, да, то есть, ну. То есть, и Богом заложена эта функция, и многие этой функцией очень-очень хорошо пользуются, даже, может быть, кто-то и злоупотребляет темно, то есть, ну, ну, то есть, это, как бы, я не об этом. Заложена, как бы, функция, да, то есть, как бы, чувство голода. Душа, она тоже дает о себе знать, ну, правильно, да? И обычно она дает о себе знать уже с таким криком. Она, бывает, там, молчит какое-то время, да, потом начинает кричать. Там, хочу романтики, там, хочу что-то красивого, необыкновенного. Ну, да, бывает такое, что, знаете, вы иногда, там, чем-то мы, ну, пренебрегаем, и бывает, мы уже, ну, внутри, как бы, оно, ну, кричит, что же все, как бы, надоело. Это серость, это обыденность, это не это. Я хочу что-то необычного, хочу что-то красивого. Да, ну, есть же так или нет? Мы же, ну, о, видите, вот, смотрю, последние ряды, вот, они более активные. Хорошо, мы потом пересадим вас вперед сюда, поменяемся. И для нашей души источники питания, да, это что, красивые слова. Ну, да, мы любим, когда нам красиво что-то говорят, да, там, какие-то знаки внимания, там, ну, да, там, вот, там, не знаю, там, дружба, когда с нами дружат, вот, вау, как классно, там, когда есть много друзей, то есть, да, ну, и так далее, то есть, ну, много, я не буду говорить, вот. Но есть еще третья часть, а может быть, даже лучше, ну, первая, это главная часть, это наш, наш дух, наш внутренний человек, да, и наш дух, это часть, которая связана с Богом и питается с Словом. Ты его не накормишь чем-то красивым, чем-то таким разноцветным, ярким, таким привлекательным. То есть, единственная пища нашего духа – это Слово Божье. Это, то есть, ну, другой нету. Вот, как бы вы ни хотели, может, что-то поменять, изменить, но нету. И было у вас такое вот ощущение духовного голода внутри? А, у кого, у кого было? О, видите, о, такой духовный такой, как бы, да, то есть, ну, ты хочешь читать Слово Божье, ты, не знаю, вот, хочется что-то вот найти, это внутреннее такое, ты хочешь от Бога Слово, то есть, вот, есть. А у кого такого состояния давно уже не было, внутреннего голода? И такое тоже есть, нам не, как бы, не нужно, знаете, и такое, потому что, ну, и это, ну, очень такое нехорошее, как бы, состояние, вот, потому что это нормально, когда у тебя есть это состояние внутреннего, ну, как бы, голода. Хочу прочитать Матфея 4, 4, 4. Здесь говорится именно о том, что мы говорим. Увидповедь вин сказав. Это, помните, это история, когда Сатан, он, искушая, и шел в пустыне, предлагая ему, как бы, все красочные моменты, и он пришел в так состояние, он был в сорокодневном посте, и тут подходит ему Сатан и говорит, ну, если ты Сын Божий, что у тебя, проблема с этих камней сделать хлеб? Сделай так, покушай, и все будет хорошо. И он такие вещи говорит. Увидповедь вин сказав. Написано, не самым хлебом житым и людина, але кожным словом, що выходит з Божих уст. И интересный момент, знаете, и здесь ключевое слово – жить словом Божьим. Да, то есть жить мы словом Божьим. И когда я посмотрел, как бы, да, вот такой момент, как бы, исторический, что Ишуа использует вот данные свидетельства, это не было сказано им, именно, ну, есть слова, которые именно он сказал, да, Ишуа, да, мы много слов, но эти вещи еще написаны, он использует их еще с Ветхого Завета. Интересно, помните, когда Господь вывел народ Израиля, Он водил по пустыне, и когда Он давал манну? Вот я хочу почитать, то есть Он именно использует, именно вот, когда мы связываем эти вещи, то что-то вот нам открывается. И здесь, это книга «Второзаконие» 8.3, читать на русийском мове. И тут Господь говорит, «Господь смирил вас и томил вас голодом, а потом накормил вас манной, о которой вы ничего не знали и которую никогда не видели вы и ваши предки». Господь сделал это, чтобы вы знали, что ни одним хлебом, видите, те же самые слова, да, что ни одним хлебом живет человек, и что человеческая жизнь зависит от слова Господа. Думаю, Боже, вот интересный момент, Ишуа, он говорит эти слова, знаете, если бы они были бы сказаны просто бы Ишуа, ну, в этом, в один раз, то как ты думаешь, ну, наверное бы, все-таки, конечно, да, там есть Слово Божие, нужно как бы вот читать его, это как бы... Но интересно, что он как бы повторяя то, что было в, ну, в Ветхом Завете, да, история Израильского. Интересно, когда мы эти вещи как бы связываем, то важный момент, где они находились? В цветущем парке, где кругом вас там ивы, они находились в пустыне, правильно? А как вы думаете, в пустыне что-то можно вырастить? Ну, то есть, хотя, ну, это разряды сверхъестественного, мы знаем, что пустыня сделалась цветущим садом, то есть, ну, это Господь как бы... Ну, опять же, мы понимаем, что в песке может быть сейчас современная технология до того дошла, что можно вырасти даже в любой, как бы, почве даже в песке, но, опять же, мы возвращаемся туда. Интересно, он приводит этот пример. Бог привел народ в пустыню, где перед народом не стояло ни одной альтернативы вообще, взагали. Как только Богу довериться. Вот, не, ну, если бы это было где-то в другом месте, то, ну, ты бы мог бы, допустим, что-то... Да, была бы альтернатива, там, посадил, пополивал, выросло, как бы, съел и все. Но Бог привел их в пустыню, где не было ни одной альтернативы, как только довериться полностью, ну, на Бога. И именно там они зависели только от Бога. И даже манна, которая падала с неба, это тоже был такой сверхъестественный, ну, элемент. Это не было природное. То есть сейчас, ну, не падает, может быть, вы видели, не знаю, но сейчас не падает манна, как бы, с неба. Это надо было, может быть, в таком, как бы, состоянии быть от мира сего, чтобы видеть, ну, там, падает снег, там, да, ну, манна не падает. Это было тоже сверхъестественное, как бы, явление, да, ну, Бога. И они получали манну, потому что Господь даже повелевал ей, ну, как бы, да, сходить с неба. И этим самым Бог показывает, что... И даже, знаете, я все-таки думаю, что даже здесь Бог показывает, что даже не о пище идет речь. Ну, как бы, в общении о пище. А манна с неба – это один из сверхъестественных элементов, который Бог показал, что наша жизнь, вот, в общем, вся наша жизнь, она зависит только от Него. И даже то, что мы имеем, этот хлеб насущный, он тоже зависит, ну, Бог может дать, а может и не дать. Это очень, как бы, важно. И поэтому Ишуа, он не просто, как бы, разделял, говорит, что да, есть, как бы, пища, там, духовная есть пища, а то, что вся жизнь, как бы, она зависит, он, как бы, больше, он о большем, как бы, сказал, да, Сатану о том, что вся моя жизнь вообще, и не только моя жизнь, а жизнь, как бы, да, тех, кто верит в Меня, она зависит только от Бога. И если Бог, Он позволит дать, да, там, эту манну, или, там, не знаю, работу, или, там, семью, мужа, детей, то, значит, так оно и будет. То есть, практически вся моя жизнь, она зависит только, только от Него. Потому что мы видим, что Бог повелевает солнцу всходить, да, там, и заходить, да, Бог повелевает дождю, как бы, да, и, там, написано, на злых, как бы, и на добрых, и так далее. Вот этот важный, как бы, момент, а тут даже, как бы, не о пище, а о том, что, действительно, человек, он будет жить благодаря тому Слову, которое Господь, ну, Он высвобождает и которое Он дает. То есть, как бы, вся наша жизнь, она зависит от Господа. И это очень важный момент. Итак, идем дальше. Молитва. Вы знаете, мы много часто слышали о том, что надо молиться, ну, я уже говорил там, да, и так далее. Но, что такое на самом деле, я хочу чуть-чуть, как бы, с другой стороны. Молитва – это сфера или среда, где Бог позволяет нам рассказывать все, что есть в нашем сердце, и не только хорошее, но и плохое. Часто мы говорим, что молитва – это разговор с Богом. И обычно, как бы, да, то, что, ну, молитва – это мы только должны, там, поклоняться Богу, славить Бога, говорить о том, как Он прекрасный, как Он великий. Ну, в принципе, это да. Но я все-таки думаю, что это та сфера, где Бог, Он позволяет говорить все, что в нашем сердце, и даже плохое. Мы можем посмотреть это вместе писать. И это не набор, там, заученных слов, да, там, так далее. Это живое общение, творение с Творцом, который способен меня выслушать и ответить мне, а именно способностью, а мне иметь способность его слышать. И в этом общении развивается отношение. Чем чаще я общаюсь с Богом, чем эти отношения становятся какими, какими крепкими. Вы знаете, вот есть такая тенденция, чем меньше ты общаешься, допустим, с человеком, да, человек, допустим, ты с ним прекратил общаться, и потом ты встречаешь его там через год. Какие у вас отношения? Ну, как-то так, думаешь, вообще, о чем поговорить? Ну, как бы там, да, о, привет, сколько лет, сколько зима там встретились. Ну, нету, как бы, да, вот этих вот близких, как бы вот дружеских отношений. Это касается всех сфер, как бы, жизни, даже и семейных. Поэтому очень важно, чтобы люди, они имели коннекты и общение. И когда мы, чем меньше мы общаемся, то происходит такое отдаление, что приходит, приводит к чужим каким-то отношениям. И вот я хочу прочитать одного из пророков, который пришел к Богу с такой благодарностью в сердце, с таким торжеством, что все хорошо вокруг него. И я вот хочу почитать, это у нас вакуум, да, вторая глава, первый стих. Пророк. И здесь такие слова. Став я на варту мою, и стоячи на выжи, спостерегав, чтоб дизнатыся, що він скажи мені, і що відповість мені, на що? На мою скаргу. Вот я встал, где-то на гору, поднялся, еле, може быть, как-то выкарабкался, потому что сил уже нету. Думаю, щас, щас я тебе, Господь, все расскажу. Щас, щас, щас. Вот, наконец-то, мой час. Настал мой миг. Знаете, я когда читал это место, думаю, ну, как бы обычно вот нас, понимание молитвы, это как? То есть это, мы всегда, даже если плохо тебе, да, ну, бывает, а как дела? А все, слава Богу. А внутри, как бы, все знают. Вот. То мы, как бы, ну, как-то перед Богом, знаете, только должны хорошее говорить. Ну, вот он вышкребся на эту гору, да, то есть, ну, и говорит, что я буду сейчас говорить все, что у меня на сердце. А на сердце у меня скарга. А скарга, это, как это по-русски? А? О, жал, я буду тебе жаловаться, все, достало меня все, Господь, теперь держись. Ну, как бы, я так чуть-чуть иронично. И мы знаем, что скарг у него было много. Если мы читаем первую главу еще, да, еще в самом начале, то вообще он приходит к Богу и говорит, Боже, да Коли, я буду терпеть все это, что происходит вокруг меня. Понятно, что у нас будет терпение ты должен иметь, брат мой. И более, ты же, ты же пророк, как это ты, ох, у тебя терпения нет. Значит, ну, пункт второй, да, то есть, ну, уволить. Нет, он пришел к Богу. И что интересно, что первая глава так и начинается. Вот вы почитайте, да, вот Аввакума, то есть, именно он с первой главы уже начинает скаржетесь. И он там, как бы, ну, мы не будем читать, там написано о том, что все так плохо, вокруг меня несправедливость, обижают бедных, забирают, убивают. Закон, который мы имеем, не имеет никакой силы, то есть, Боже, все плохо, шеф, все пропало, все плохо, Господь. Я не знаю, что происходит, но у меня есть, ну, внутри несогласие, я не хочу так жить. У меня есть внутри несогласие. Были у вас такие молитвы? Ну, так, только честно. Да нет, я всегда славлю, как написано, если даже овец не будет в законе виноградной, я все равно буду. Какой-то немножко думаешь, Боже, то ли странность какая-то. А? А? Ну, я думаю, знаете, это, конечно, это, конечно, это, возможно, не относится к тем, кто пришел только к Богу. Знаете, потому что люди, которые пришли к Богу только, их всегда, знаете, всегда, их Господь всегда любит и покрывает свою любовь. Всегда, знаете, я вот, когда был в Германии, общался с мужем моей дочери, и он говорит, Бог так меня любит, Бог так меня любит, Он меня как бы на крыльях носит. Он говорит, я такой слушаю, думаю, да-да, на самом деле, он как бы, он прав. Я говорю, а дочь такая смотрит на него, знаешь, такая-то вот, знаешь, ох, так меня любит, если бы Он меня там поливает, это прям везде, Он везде видит любовь, везде видит. Он говорит, Боже, Господи, или что-то со мной случилось не то, какой-то я очерствел, наверное, я в присутствии Его почувствовал себя грешником. Говорю, Боже мой, оставил я Твою любовь. Грешник я такой окоядлый, кается он. Господи, я потом ехал домой, я всю дорогу каялся потом, конечно. И это к чему? Это не относится к, ну, потому что на самом деле, если мы приходим к Богу, то, ну, да, Бог, Он любит, Он носит на руках, Он поливает свои. Я как бы, ну, не то, что нет, да, ну, на каких-то там в начальных это так, и такая молитва горячая к Богу, как будто, ну, море, все. Но потом проходит какое-то время, да, но мы все тут уже люди взрослые, там, кто-то, ну, там, ну, больше, там, пяти лет, кто-то, ну, не знаю, больше, ну, это где-то уже, не хочу вас как бы пугать, но где-то проходит уже где-то такое энное количество времени, когда кто-то, ну, я в Господе уже 28 лет, и вы знаете, разное было, разные периоды были. И мы знаем, что это неправильно, ну, так молиться, ну, так как бы научены мы, да, мы не нужны говорить такие слова. Но если мы читаем пророка, то он говорил эти вещи, и даже, ну, даже не было такого у него понимания, правильно, то есть у него были просто отношения, и он говорил о том, что ему не нравилось. И, знаете, на такие молитвы Бог тоже отвечает. Знаете, на такие молитвы Бог отвечает? А я скажу, отвечает на такие Бог молитвы. Думаю, ну, как это Бог может ответить, если ты пришел, там, жалуешься, там, кричишь, там, обвиняешь все вокруг себя, кроме себя, конечно, там, все виноваты, ну, я, конечно, тут не при делах, вот, ну, ты же, Господь, знаешь меня, ты же видишь меня, как бы я тут, ну, и мы видим, что Бог на такие молитвы отвечает. И знаете, что Господь ответил о вакууме? Ну, буду вкратце, не буду там читать. Он ответил простыми словами, хорошо, я разберусь. Хорошо, я разберусь. И мы там, если вы это прочитаете, там, это же один из малых пророков, просто прочитайте. Господь ему говорит о том, кто делает зло, кто роет яму, кто делает это все, обратиться к этому человеку и вообще, ну. То есть, Господь, как бы, я написал вкратце, Господь сказал, я разберусь. Вот, знаете, и после того, как вакуум это услышал, эти слова, сразу его монотонность, она сразу же поменялась. И вдруг, после того, как он выговорился, потому что нам нужно выговариваться, Господь ответил, и молитва, она полностью поменялась. Он даже запел, друзья. Я хочу прочитать о вакуума, третья глава, с первого стиха. Что изменилось? Боже, время так идет, и я еще... Молитва о вакуума, пророка для пения. И он говорит, Господи, я не буду, конечно, петь, хотя я могу попеть чуть-чуть, но я думаю, ладно, я воздержусь. Пойте. То есть, эта молитва была, ну, написано для... То есть, эта молитва была пень. Настолько это его вдохновило, то, что он, да, услышал от Бога слово, что он даже запел. Да, какой резонанс. То есть, да, сначала скарга, а потом песни. Ну, бывает так, да, у нас бывают такие вот перемены. Сначала ты всем недоволен, а потом ты прыгаешь от радости. Как-то думаешь, Боже, как все меняет, как погода на небе, да. И вот, вот, он такие слова говорит. Господи, услышал я слух Твой и убоялся, Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет. Яви его во чреве, вспомни о милости. Бог от Фимана грядет и святый от горы Фаран. Покрыло небеса величие его, слава его. Аллилуйя, прам-парам-парам-папам. Трам-парам, его наполнила земля. Трам-парам, блеск его, как солнце. Боже, настолько, да, такая песня, солнечный свет. От руки его и лучи здесь. Тайник его силы. И, то есть, все, полилась, как бы, его прорвало. Видно, что пророк получил исцеление. Но бывает, да, и почему? Потому что он услышал хорошие слова от Господа. Не одним хлебом, да, будет жив человек. И потом, дальше он говорит эти слова, которые, помните, раньше нас учили, да? Если тебе плохо, все равно пой. Тяжело, все равно спой. Там же написано, что хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина не изменила. Это дальше, этот 17 стих. И не дала пищи, хотя и овец не стало в загоне, и рогатого скота в столах. Но я и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о спасении Его. Когда он начал такие слова говорить? Вначале? После того, как он услышал слово от Господа. И знаете, как только он услышал слово от Господа, то ему же все равно, что там в загонах будут овцы и не овцы, что виноградная лоза, она как бы даст плод, не даст плод, там или что там, то есть он получил слово, то есть он, ну, духовно обновился. И на самом деле, и теперь те проблемы, те обстоятельства, которые вокруг меня, меня окружают, и что там происходит, да, здесь не говорится о том, что, знаете, ему, ну, нам не все равно, что происходит в нашей Украине. Там, да, не все равно, что здесь больше говорится о том, что вроде ты видишь тьму, но в этой тьме ты прославляешь как бы Бога. И написано, что все равно, даже если какие-то будут серьезные обстоятельства, я все равно, я буду славить. Но он это говорит уже с другим сердцем. И нужно говорить честно. Он не говорит, это, знаете, как надо чем больше исповедовать, там, говори слово, там, у меня все хорошо, хорошо. Я, конечно, помните, как проповедовал пастор Виталий, да, говорит, я солнце, 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 солнце. То есть, да, то есть, а внутри как бы все шкрипет, и мне хорошо, мне хорошо. Может быть, в каких-то индивидуальных случаях как-то нужно себя, ну, ну, поднимать. Но именно вот в этом, в этом моменте, когда Бог, он исцелил его, когда он услышал его слово, и когда это то, что Ишова говорил, и то, что было там, то есть, он уже так говорил с радостным сердцем. Ну, честно. Потому что, ну, часто бывает, ну, как бы ты нечестно, да, то есть, тебе не хочется, а ты как бы, ну, как дела-то, слава Богу. Возрадуемся, братья и сестры. А внутри думаешь, Боже мой, столько всего, и как мне нужно слово от Всевышнего Бога, чтобы даже в этой тьме радоваться и говорить то, что здесь говорится о виноградных лозах там, и об овцах там, и так далее, и тому подобное. Есть четвертая, тоже среда, которая создана Господом. Я буду подходить, как бы, к завершению, потому что время идет. Это наше сообщество или наш социум, где мы находимся и с кем мы общаемся. Это еще одна среда, возможно, нашего исцеления или укрепления. Я хочу прочитать книгу Притч, а не Притча, а Екклесиаст, четвертая глава. Из девятого стиха мне понравился украинский переклад. И тут такие слова. Двои людей влаштовываются лучше, чем один, потому что они могут помогать один одному достигать успеха. Если одна людина впадет, другая может простягнуть руку и помогать. Але якщо людина впаде, знаходячись на самоти, вона потрапить у справжнюю виду. Знаете, я прочитал недавно одну, ну, как бы, такую вырезку у одних деревьев. Ну, может быть, их много, но вот есть такие деревья, которые растут в рощах, называют их секвоя, да? Ну, как бы, кто-то, может, знает, кто-то, может, разбирается, я не в этом не этим. Ну, интересный момент, что эти деревья называют самое стойкое дерево, которое выдерживает огромные штормы. И оно, как бы, обычно растет, как бы, в рощах, и, ну, они рядом возле друг друга, как бы, и это, может быть, даже на сотни, там, этих гектаров, даже, может быть, даже там на километры. И интересно, почему они выдерживают, да, можно сказать, что у них, ну, там, да, глубокие корни, но у них не глубокие корни. А секрет в том, что эти корни, они переплетаются между собой и с другими деревьями. То есть, и, то есть, их может быть очень много, но они переплетены этими корнями между собой. И вот, интересный, да, вот, ну, иллюстрация, настолько важная иллюстрация, очень интересная. Как, как, иклисиаст говорит, да, такие слова, что, якщо воны будут, ну, двое людей краще, нижо дын. Потому что той может допомогти, досягти успеху. А если он окажется на самоте, то он может потрапить. То есть, Бог так создал все, просто, просто очень уникально, красиво. создал общину, да, сообщество верующих людей, чтобы мы помогали друг другу удерживаться. Я могу рассказать, поделиться чуть-чуть. У меня были очень серьезные, это еще до, там, до общины, были серьезные моменты. И, ну, у каждого из вас есть, и у меня тоже есть. И вот, если бы, допустим, вот, я бы подумал, если бы, вот, в этот момент, сложный, тяжелый, вот, не оказалось бы кого-то рядом, ну, смог бы я здесь бы стоять. Или смогли бы вы, конечно, мы, как бы, есть вещи, которые мы сами решаем. Понятно, что, ну, но есть моменты, где ты точно понимаешь, что если бы в этот момент бы, не оказался бы кто-то, то, возможно, ты бы, ты бы не устоял. Вот, я это знаю, ну, как бы, ну, на сто процентов, я, как бы, ну, знаю себя, как бы, да, эту, как бы, ситуацию. То есть, очень важно, что Бог так создал, да, нас с вами, общину, да, каждого из нас, что когда, при любых каких-то штормах, оно штормит, штормит, как и коллективно, как в общем, как и индивидуально, штормы не приходят. И если наши, скажем так, да, корни, да, наши отношения, дружеские отношения, они, ну, как бы, не будут друг друга держать, то, как пишет Экхристианство, мы можем по трапоте, то есть, подует ветер, и нас может, ну, сломить. Это еще одна сфера, которую Бог создал. И для нашего исцеления, и для нашего, скажем так, даже спасения, ну, в этом, как бы, плане. Понятно, что спасает Господь, но, тем не менее. И, знаете, Бог так создал, что человек, он имеет потребность, ну, в ком-то. Вообще, человек, он социален, то есть, он не может жить, ну, один сам по себе. Ну, вы можете попробовать, ну, иногда, конечно, хочется там побыть одному, но, опять же, если вы уйдете на какое-то время, там, в одиночество, там, да, там, ну, в лес, вы там долго не продержитесь. То есть, человек сам по себе, он социален, он нуждается, поэтому, почему мы, как бы, там, да, иногда даже сидим, там, да, кто там в Инстаграмах, кто-то там в Фейсбуках, то есть, ну, как-то какое-то общение, там, да, или хотим с кем-то поговорить, пообщаться, что-то, то есть, ну, он, ну, Бог так создал, чтобы мы имели это, как бы, общение, это очень, как бы, важный, важный момент. Да, почему, ну, там, даже, например, как бы, семьи, да, то есть, ну, человеку плохо быть, ну, как бы, одному. Допустим, ну, женщина, она, да, в семье хочет, чтобы ее, ну, как бы, любили, да, мужчина больше хочет, чтобы его там уважали, ну, говорили там, хорошие слова, там, ему, что ты сможешь, тогда он уже будет понимать, что он все-таки не зря родился на эту землю, ну, правда, мужчина, да? Кто-то, кто-то, знаете, я смотрел один мультик детский, там, про одного жука, знаете, ну, такой, про насекомых мультики, ну, я уже не в этом возрасте, в детстве когда-то, и, знаете, там такое, тесно, собирались там все насекомые, там жук такой прилетал, его постоянно хвалили, какой ты молодец, какой ты, и в нюанс, когда его хвалили, он такой постоянно поднимал свои крылья, такой, и там начинало там кружить, там это все, я помню этот мультик в детстве, знаете, там вот такой был, вау, то есть, и когда мужчину хвалят, там говорят, что, слушай, ты сможешь, у тебя получится, а все, там, ну, ты готов, многое, поэтому очень важно, чтобы, ну, мужчин как бы хвалили, говорили, что ты, что ты сможешь, даже, может быть, если и вы не верите, все равно говорите. И интересно, что я уже как бы буду завершать, там, можете кто-то выйти, поиграть. Я люблю наблюдать, знаете, и вот в общине, когда мы, вот мы собираемся, да, уже после служения, я думаю, что каждый человек, который приходит вот в общину, он в любом случае найдет какого-то себе собеседника, ну да, но в любом случае. И вот, знаете, интересно, что бывает, вот как бы наблюдаешь, то есть, мы даже спускаемся туда вниз, это не обязательно, что вы будете со всеми общаться, со всеми дружить. Нет, есть такие, какие-то небольшие, такие кучки, да, вот людей там, да, там какая-то группка людей, там небольшая группка людей, там, то есть, ну, это не говорит о том, что вы будете со всеми, должны переобщаться, хотя вы можете, если вы человек общительный, как бы дружелюбный, и у вас много дружбы, то вы можете раздавать ее и так далее. Но что я заметил, что каждый человек, который приходит, он в любом случае найдет какого-то своего собеседника. Именно того, кто, ну Бог так делает, что ты находишь того, кто тебе нужен. И вот я как бы наблюдаю, бывает, что там какая-то группка, там кто-то плачет, за него молится, а там рядом смеются, как бы совсем наоборот, а там рядом, не знаю, чаи там разливают и так далее. То есть и каждый находит, ну, как бы, да, скажем так, своего круга, да, человека, с которым он мог бы пообщаться. Но есть такое, кто-то вообще остается без общения, ну, может, поднимите руку, я просто, может быть, реально кто-то, может быть, без общения, вот он пришел и стоит там где-то в углу, может, там просто сам фотографируется, никто к нему не подходит, потому что есть что фотографировать. Нету никого, да, то есть, ну, каждый, он хотя бы одного человека, он как бы находит. Я верю, что это тоже так Богом, это среда, что Бог так создал, что вообще ничто. Ну, ты можешь рассказать что-то, да, ты можешь поделиться, вы можете вместе поплакать или там посмеяться. Вот, я понимаю, что есть такие верующие, что хочется убежать от них подальше, но я сейчас не об этом говорю, есть как бы и другая, боже мой, побыстрее бы я сейчас... Вот, но я люблю просто наблюдать, как бы, да, и то есть мы собираемся, и у каждого как бы какой-то есть, ну, скажем так, свой такой вот контент общения с кем-то, там потом послужение, кто-то там с кем-то идет по кафе, даже знаю, кто куда идет, там, да, какие-то круты. Ой. Это на самом деле, это здорово. Это просто, но это здорово. Мы думаем, что что-то такое должно быть сложное. Но сам Бог, Бог, на самом деле, Он простой. И Он хочет по-простому действовать, и нам нужно, на самом деле, приходить к Нему честно. Именно вот честно. Потому что Он хочет слышать то, что есть в нашем сердце. Я понимаю, что есть люди, которые постоянно жалуются, даже если у них хорошо. Знаете, один раз мы подловили себя на одной, в одной, как бы, ситуации, не знаю, что. Мы сидим с женой, что-то там жалуемся, что-то все плохо, все это. А потом Бог обращает нас, наше внимание на стол. А стол полон еды. Думаешь, Боже мой, что-то я не туда пошел. И да, есть люди, которые, ну, на все, как бы, жалуются, но есть, на самом деле, мы должны быть честными перед Богом. Если у нас болит, то молитва – это та сфера нетрадиционная, неформенная, даже нерелигиозная. Это та сфера простого общения, когда Бог позволяет нам говорить все, что есть в нашем сердце. Абсолютно все. Не скрывая. Когда Бог пришел к Адаму, Он сказал, деды, с тобой все хорошо. Иногда мы знаем, что Бог приходил, и Он видел то состояние людей, там, да. Поэтому пусть Господь нас благословит. Бог очень хочет, чтобы Его община, чтобы ты и я, мы были здоровы, мы были целостны, и мы были реализованы. В раскрытии Своих даров мы были успешны, и для этого Бог создает определенные места, где мы должны находиться. Давайте мы помолимся. Боже святый, мы приходим к Тебе, такие, какие мы есть, здесь, на этом месте. Боже, и мы знаем, что не только одним хлебом, да и вообще, мы знаем, что вся наша жизнь, она просто вся наша жизнь, даже и волосы с нашей головы не падают без Твоей воли. Она зависит только от Тебя. Но мы живем в этом мире, мы сталкиваемся с разными ситуациями, проблемами, внутренними какими-то переживаниями. Что-то ранит нас, что-то, может быть, мы проходим. Но мы просим Тебя, войди во все сферы нашей души. Прошу Тебя, Господь, исцели, обнови. Боже, мы хотим быть здоровы, мы хотим быть целостны, мы хотим быть реализованы. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал это прекрасное время, как молитва, когда мы можем обращаться к Тебе и говорить все, что есть в нашем сердце. Я благодарю Тебя за Твое Слово, которое производит сверхъестественное действие в нас. Я благодарю Тебя за Святого Духа, которого Ты нам дал. И только Он способен проникнуть в наше сердце, в эти потаенные комнаты, когда мы позволяем это делать, и исцелять нас. Я благодарю Тебя за Твою общину, за каждого, что благодаря тому, что мы, как Твое тело, как эти деревья, которые сплетены друг с другом, и когда приходят эти штормы, а они приходят, то мы можем устоять. Я благодарю Тебя за тех людей, которые помогли мне устоять. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже. И благодарю Тебя за каждого, кто здесь находится, то, что мы помогаем каждому устоять в этой жизни и быть реализованным. Благодарю Тебя, Господь. Я прошу, наполняй нас Твоим Святым Духом, мы нуждаемся в Тебе. Спасибо, что Ты... что мы можем так просто к Тебе обращаться и приходить такие, какие мы есть. И Ты нас слышишь. Ты нас слышишь. И мы верим, что Ты ответишь на те просьбы, на те молитвы, на то состояние нашей души, нашего сердца, которое есть в нас. Спасибо Тебе.